Привет всем! В данном видео будут некоторые новости августа и сентября, среди которых анонс нового альбома Candlemas, дебютный альбом The Hello Effect, новый гитарист в Man of War, анонс нового альбома DuckTron и много чего еще интересного. И это только первая часть. В общем, поехали! Шведские родоначальники Doom Metal а группа Candlemas выпустили новую песню с видеоклипом «Скандинавские боги» с их грядущего альбома Sweet Evil Sun. Новый альбом выйдет 18 ноября на лейбле Naples Records. Основатель группы и бас-гитарист Лайф Эдлинг рассказывает, цитата, «Скандинавские боги – это встреча Slayers Queen и Judas Priest. Речь идет о наследии и будущем, а также о том факте, что иногда абсолютно необходимо оставить или, по крайней мере, усомниться в своих старых богах. Речь идет о тех трудностях, связанных с этим. Ирония в том, что вы видите, как вас снова и снова тянет к ним в эти черные круги забвения прошлого. Где мы хотим быть? Во что мы должны верить? Нужны ли они нам, чтобы построить лучшее будущее?» Что касается общей атмосферы нового альбома, группа заявила следующее, цитата, «Sweet Evil Sun – это надежда, стремление, обожание и неудача. Речь идет обо всех ваших личных битвах, а также о бесконечном упадке человечества. На запись ушло больше года. Мы и фантастически провели время, записывая его, и с нетерпением ждем релиза. Это Doom – это Metal. Это суть Candlemas, воплощенная в одном альбоме». А вот как лейбл описывает новый альбом, цитата, По прошествии почти четырех десятилетий можно без преувеличения сказать, что номинированные на Грэмми легенды шведского эпического Дума по-прежнему остаются одной из самых лучших хэви-метал-групп на Земле. Будучи крестными отцами эпического Дум-метала, группа определила жанр такими релизами, как Epicus Doomicus Metallicus 1986 года и Nightfall 1987 года. Своими злыми рифами, сокрушительной ритмичной атакой и драматичным вокалом они изменили мировое металлическое представление. Воссоединившись с выдающимся оригинальным вокалистом Йоханом Ленквистом, группа возвращается к своим корням и, наконец, выпускает долгожданный, потрясающий новый полноформатный альбом Sweet Evil Sun, который выйдет 18 ноября на лейбле Naipon Records. После работы над этим огромным произведением искусств в общей сложности 18 месяцев Кэндл Масс возвращает все величие своих ранних лет, исследуя темы амбиций и борьбы, надежды и неудачи. Шведские мелодик-дет-металисты The Hello Effect выпустили дебютный альбом Days of the Last. Это группа, которая была основана в 1921 году бывшими участниками мелодик-дет-метал-группы Inflames. Главной идеей создания нового коллектива было возвращение к истокам настоящего гетеборгского сауна начала 90-х годов, который положил начало стилю мелодик-дет. Гитарист Йеспер Стремблат, как известно, был одним из основателей Inflames, а вокалист Микаэл Стане – основателем Duck Tranquility. Обе группы были пионерами мелодичного дета. Итак, альбом вышел 12 августа на лейбле Nucleoblast и включает 10 композиций, в среднем довольно небольших, в районе 4 минут. На пластинке присутствует несколько приглашенных музыкантов, в том числе и Мэтт Хиффи из группы Trilium. В общем, группа – это команда пяти друзей, единомышленников и просто хороших музыкантов, которые решили собраться, поиграть любимую музыку из начала и середины 90-х, хорошо провести время, ну и заработать немного денег. Радует, что музыканты не стали называть группу типа Inflames Incorporated, по примеру, своих английских коллег из Веном, а придумали новое и оригинальное название для коллектива. Учитывая то, что в последние много лет делают сами Inflames, данная пластинка станет радостью для многих фанатов мелодик дета. Ничего особо новаторского и оригинального данный альбом в себе, конечно, не несет, за исключением нескольких моментов. Мало того, местами музыка похожа даже на современный Dr. Anquility. В то же время нельзя сказать, что представленный альбом – это копия старых Inflames или тех же Dr. Anquility. Музыканты явно следят за современными тенденциями в тяжелой музыке, плюс современное качество записи и звука. Мало того, есть и несколько достаточно неожиданных и интересных решений, которые придают альбому некую оригинальность и разнообразие. В любом случае, альбом интересный и обязательен к прослушиванию. Но мы будем с нетерпением ждать новых работ. И, кстати, сразу после выхода альбом попал в чарты по всей Европе и США. Номер один в родной Швеции и шестая позиция в Германии, Финляндии и Австрии. А полный обзор альбома есть на канале. В группе «Мановар» опять кадровые изменения. Музыканты пригласили в качестве гитариста легенду гитарного виртуоза Майкла Анджела Батио сыграть на гитаре для группы в ходе тура следующего года. Эта новость появилась после заявления гитариста И.Ви Мартеля о том, что он на некоторое время возьмет перерыв в гастролях по личным причинам. Батио, который даст свои первые концерты с «Мановар», начиная с февраля следующего года, является ветераном как в студии, так и на сцене. Его работы охватывают многие музыкальные жанры, в том числе и метал-музыку. Он также был назван величайшим метал-гитаристом всех времен несколькими музыкальными журналами. Прокомментировал Де Майя. Цитата. Мы знаем Майкла много лет и всегда восхищались его работой. Его техника поразительна. Когда мы пригласили его прийти и поджимовать с нами, мы играли вместе со скоростью света. Все сразу встало на свои места. Мы готовы к убийственному туру. Батио, в свою очередь, сказал следующее. Я не мог быть более взволнован. Я люблю метал больше всего на свете, и в нем нет больше метала, чем в «Мановар». Я не могу дождаться, когда выйду на сцену и сыграю для фанатов «Мановар». Напомню, что это не первая замена за последнее время. Недавно группу покинул барабанщик Андерс Йоханссон, и новым участником стал барабанщик Дэйв Чедрик. Дэйв очень опытный музыкант, его хвалят за профессионализм, легкий дух и даже готовность всегда пройти лишнюю милю в поисках идеального звука. Ну а ранее Дэйв был барабанщиком английской хэви-метал группы Raven. Легенды норвежского блэк-металла, да и не только блэк-металла, группа Дактрон, в прошлом году выпустили пластинку Eternal Hails. И вот стало известно, что 28 октября этого года выйдет их новый альбом, который получил название «Астральная крепость». Пластинка выйдет на лейбле Peaceful. Сами музыканты описали его как винтажный, с использованием мелотрона и синтезатора, и с кипящими адом текстами. Заявление лейбла говорится следующее. Вечно продуктивный дуэт Ноктюрна и Фендрис продолжает свою собственную металлическую сагу, создавая новую подборку прекрасной винтажно-звучащей классики. «Астральная крепость» – последний альбом звездного олд-металла, подхваченный бодрым ветром страстного рока с основами в стиле black, thrash, doom и heavy metal. Несмотря на то, что на новом альбоме в звучании Дактрон были добавлены такие атмосферные штрихи, как синтезатора и мелотрон, звук Дактрон остается примитивным и органичным. Сам Фендрис прокомментировал альбом так, цитата. «Как обычно, Тед создает музыку, играет самого себя, а риффы просто приходят мне в голову. Я думаю, что после альбома 2016 года мы в основном вдохновлялись нашим собственным бэк-каталогом. Что касается текста, я скажу вам вот что. Это мрачнее, чем когда-либо. В них кипит ад». Конец цитаты. Шведские викинги из мелодик дэт-метал группы Amon Amart в этом году отмечают свое 30-летие и 5 августа выпустили свой новый, уже 12-й по счету альбом «Великая языческая армия» на лейбле Metal Blade. Альбом был записан в английской студии Backstage с известнейшим музыкантом и продюсером Энди Снипом, который ранее уже работал с группой. На пластинке также представлены звездные гости, а именно группа Sexon почти в полном составе, вокалист Биф Байфорд, а также гитаристы Даг Скаротт и Пол Куи. Сам альбом продолжительностью 40 с небольшим минут, включает 9 треков, а перед выходом альбома группа представила несколько синглов вместе с видеоклипами. Вокалист группы Йохан Хек перед выходом пластинки описал ее так, цитата, «В целом «Великая языческая армия» – это один из самых тяжелых альбомов, которые мы записали. Есть несколько мрачных и тяжелых песен, которые действительно мощные и откровенные, но есть и фирменные мелодичные песни Amon Amart, а также несколько сюрпризов. «Это действительно хорошо сбалансированный альбом. Звучит здорово. NDSN потрясающий. Было здорово снова поработать с ним». Гитарист Олави Миконен сказал следующее, цитата, «Мы были в отъезде, создавая новую музыку, и вернулись с новым, более мрачным и более дэт-метал альбомом. Если Berserk был нашим хэви-метал альбомом, то «Великая языческая армия» – наш дэт-метал альбом. Но с учетом сказанного, это все еще очень современный Amon Amart, но, возможно, с точки зрения стиля мы немного вернулись к нашим корням. В целом, Amon Amart записали очень разнообразный альбом. Все песни, за редким исключением, отличаются друг от друга, и у каждой есть что-то свое. В плане стиля самого материала, на мой взгляд, происходит естественная эволюция коллектива, снижение доли мелодик дэта в сторону эпического хэви-викинг-металла с преобладанием хэви-метал-гимнов. Альбом получился слишком гладкий и отполированный, ему не хватает настоящей интенсивности и северной ярости. Альбом будет интересен в первую очередь фанатам самой группы, которые заждались нового материала, ну и любители викинг-тематики здесь тоже найдут много интересного. Сама интересная, на мой взгляд, песня на альбоме – это «Саксоны и викинги». В роли викингов, понятное дело, выступил сам Йохан Хек, а вот за англосаксов сам Биф Байфорд, а также гитаристы Дакс Карот и Пол Куин исполнили свои соло-партии. В результате получилась очень интересная композиция с вокальной дуэлью двух вокалистов, причем не только вокальной, но и словесной, просто прочтите текст. Каждый вокалист рассказывает историю противостоящих сторон во время вторжения у «Сакс» и по очереди желают друг другу все более ужасного конца. Интересный ритм и запоминающийся припев, и хотелось бы все это увидеть живьем. Отличная песня, да и в целом альбом интересный. Ну а полный обзор этого альбома есть на канале. Из английской метал-группы Paradise Last ушел барабанщик, который провел с ними 6 лет – Валтери Вайернин. С его участием было записано два альбома – «Медуза» и «Опсидиан». В качестве замены в предстоящем туре выступит Гвида Монтонорини – барабанщик в проекте Грегора Макентоша под названием «Стрегой». Группа так прокомментировала ситуацию. Наш барабанщик Валтери расстался с Paradise Last, и мы желаем ему всего наилучшего в будущем. Мы приветствуем Гвида Монтонорини из «Стрегой», который займет место барабанщика в нашем предстоящем европейском туре. Гвида Монтонорини, родом из Италии, с 21-го года является студийным барабанщиком проекта «Стрегой». Валтери, в свою очередь, является участником Аборнс, а также концертным барабанщиком многих известных коллективов, а с недавнего времени, как стало известно, стал участником группы Аппэт. Бывшие участники американской трэш-метал-группы Megadeth, бас-гитарист и сооснователь Дэвид Элевсон, а также гитаристы Джефф Янг и Крис Полланд, недавно объявили о первых четырех концертах шоу Kings of Trash – The Mega ES. В этом туре к ним присоединится барабанщик Фред Эйкин, а также гитарист-вокалист Чез Леон. Музыканты планируют полностью сыграть альбомы Killing is my business и So Fa So Good. Репетиции шоу, которые проходят в Лос-Анджелесе, уже начались, и музыканты выпустили видео, в котором они обсуждают предстоящие шоу. Дэвид рассказал, что он начал думать о том, как исполнить некоторые из классических альбомов Megadeth в прошлом году. Цитата. «Эта идея пришла ко мне, и она пришла ко мне прошлой осени. Я был на автограф-сессии на восточном побережье, и люди приносили мне кивин из My Business. И это просто напомнило мне, что эта пластинка должна быть сыграна. Она должна быть исполнена так же, как и So Fa So Good. Для меня это две действительно особенные пластинки, которые никогда не оставались незамеченными, но не получили такой громкой славы, как Peace Sales и Rust in Peace. Так что для меня это стало миссией. Я сказал, знаете что, давайте раскопаем эти вещи, поднимем их на сцену и сыграем их. Напомню, что Дэвид был в Megadeth с момента основания группы в 83-м до 2002-го года, а потом снова с 2010-го года до его последнего ухода, ну или скорее увольнения. Сам тур пока планируется только по США. Ну а на этом пока все. Спасибо всем за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok